Приветствую вас на открытии памятника Олегу Молчину. Вместе со скульпторами Сергеем Агановым и Ольгой Нечай мы решили создать величественный и одновременно светлый памятник. Памятник стилизован под фортепиано, потому что Олег Молчин всю свою жизнь был неразрывно связан с ним, и любую свою композиторскую мысль блестяще воплощал в мастерском исполнении на инструменте. Мы старались также создать оригинальный памятник, потому что Олег Молчин уникален. Итак, торжественный момент. Творческий вклад в культуру республики Олег Молчин, но сложно очень переоценить. Вы знаете, понятие «художник» — это не только человек, который рисует, лепит. Это человек, который что-то создает, создает творческие произведения. Понимаете, поэтому наше отношение, нас как авторов, мое и Ольге Нечай, коллегу, это, по сути дела, дань уважения своему собрату, собрату-художнику с большой буквы. И вот данный памятник, я считаю, что это очень хороший симбиоз работы Ирины и Ольги, потому что получились действительно достойные, по-настоящему достойные, красивые, пластичные, изящные формы. По-настоящему символизируют и выражают творчество Олега. Огромное спасибо Ирине, потому что ее отношение к Олегу, оно вызывает и достойно глубокого уважения. Спасибо. И спасибо большое Ольге, потому что она действительно по-настоящему, как профессионал, как скульптор, как художник, поработала и совместно создали, я считаю, что очень серьезное, хорошее произведение. Мы хорошо знаем творчество Олега Молчина, и кроме того, что он создал около 300 произведений, однако он не ограничивался только жанром песни или хоровым творчеством. Он прекрасно владел языком музыки и разговаривал при его помощи с душами слушателей. Одна только молитва была бы достаточным, в общем-то, произведением, чтобы он вошел в золотой фонд белорусской музыки. Это произведение, известное каждому жителю Беларуси, и за последние 25 лет очень мало можно назвать таких произведений, которые, скажем, знали бы, в общем-то, все жители страны. И эта песня уже фактически стала духовным гимном Беларуси. Десять лет своей жизни Олег Молчин отдал сотрудничество с ансамблем «Песняры», написал много композиций, и затем продолжил свою исполнительскую и композиторскую деятельность, создал свою собственную карьеру. В последние годы жизни состоялось шесть авторских вечеров. Все пользовались большим успехом у слушателей, собирали аншлаги и транслировались ведущими телеканалами на государственные праздники, а также в день рождения маэстро. Особое место в творческой биографии Олега Молчина отдано тандему с Ириной Видовой. Также Олег Молчин внес неоценимый вклад в развитие авторского права. И он был по достоинству оценен и белорусскими обществом правообладателей, и международными. Был председателем авторского совета при Национальном центре интеллектуальной собственности, президентом Евразийской конфедерации обществ правообладателей. И не зря он был удостоен международной награды, золотой медали Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности. Память про Олега Молчина продолжает жить, и в 2020 году руководством фестиваля «Красные гвоздики» был учрежден специальный приз имени Олега Молчина. От лица коллег, композиторов, хочу сказать, что, конечно же, творчество Олега Молчина вошло в Золотой фонд белорусской музыкальной культуры и будет служить украшением концертов белорусской музыки. Браво, Олег Молчин, ты шепевры создал, каждому созвучен, до конца не поздно. И прощай, до встречи, композитор вечен в музыке. Мы навеки вместе, магия таланта, ты дарил мне песни, песни-бриллианты. Я пою, и эти все аплодисменты для тебя. Ибо, Олег Молчин, мило, музыка, Вечная любовь и вечная весна. Ибо, Олег Молчин, мило, музыка, Ты такой один, и любовь одна. Да, мы не видим, мы не узнаем их, Что бы ни случилось, я всегда с тобой. Ибо, Олег Молчин, мило, музыка, Вечная любовь, вечная любовь. Друзья мои, я хочу поблагодарить всех вас, что вы пришли, что вы любите Олега Молчина, что вы сегодня с нами. Спасибо вам огромное. Низкий поклон вам. Субтитры создавал DimaTorzok